По улицам потерянного города ходит потусторонняя сила. Но это не призраки, демоны и прочие ужасы. Это ярость. Одинокий огненный убийца с зеленоватой секирой. Обитатели потерянного города много раз видели его, бродящего по улицам, а последователи хаоса знают, что забрать хоть грамм ур золота, значит испытать его злость на собственной шкуре. Его имя Берсерк, возмездие Гримнер. Ходит множество историй о том, когда Берсерк прибыл в потерянный город, и когда его секира начала выкашивать тварей и монстров. Некоторые говорят, что он аватар своего бога, Гримнера, и возник в час, когда тот был уничтожен. Иные утверждают, что он изгой, в слепой жажде золота, уничтоживший всю свою ложу, обреченный теперь на вечные скитания. Истина же, как всегда, лежит где-то посередине. Столетия назад рунный отец ложи Востарх погиб, не оставив наследника. Множество рунных сыновей отделились от ложи и основали свои собственные. Валериану, рунному мастеру одной из таких лож, наяву было видение о сокрытом городе, где искатели приключений всех рас и мастей находят свою смерть. В этом городе заключено множество сокровищ и артефактов, давно утраченных и позабытых. На общем совете было решено, что валериан с небольшой группой проникнут в город, укрепятся там и попытаются захватить его. Валериану выпала честь вести за собой своих воинов. В потерянном городе два героя огненных убийц встретились, узнав друг в друге родичей. Берсерк дал клятву быть с экспедицией, пока та не достигнет успеха, либо пока они все не умрут. Валериан пообещал в свою очередь избавить Берсерка от золотой лихорадки, чтобы тот смог снова обрести покой и новый дом.